Золотая маска Золотая маска Но тем не менее, как-то в прошлом году по фейсбуку я наткнулся на свидание клуба, где Саша Широков читал какую-то очень забавную историю с моим участием. На меня она произвела большое впечатление, и я написал ему благодарственное письмо. Видимо, это письмо попало еще в руки Алексея, может, кого-то еще, и они наткнулись на какие-то мои подчерпушки, которые я делал в фейсбуке, знакомя с моими воспоминаниями моих друзей в основном. И получил предложение сейчас принять участие в вашем клубе, замечательном клубе, замечательная обстановка. Нужно сказать, что мне везет сегодня второй раз, потому что вчера я был на поэтической вечере моего большого друга на юбилее поэта Вадима Жука и слышал его замечательное выступление. Он читал свои серьезные стихи, и сегодня я попал опять в поэтическую атмосферу, где два тоже очень хороших поэта познакомили со своим творчеством. И большое вам спасибо за это. Значит, что касается того, что я вам сегодня хотел рассказать. Ну, в принципе, актерская байка – это такая штука, которая обычно рассказывает в таком достаточно тесном кругу знакомых людей, которых ты знаешь, которые тебя знают. Ну, здесь я кое-кого знаю. Вот, поэтому для меня это тоже большая ответственность. То, с чем я сегодня захочу вас познакомить. Во-первых, в строках мне хотелось бы немножко вспомнить моих учителей, потому что мне пришлось учиться в консерватории в то золотое время, когда они все были живы, когда в консерватории просто была насыщена замечательными профессорами, которые выучили очень многих. Это были и вокалисты, это были и инструменталисты, и в том числе и дирижеры, у которых учились мы. Это были 60-е, 70-е годы. На нашей кафедре в то время работало пять замечательных людей. Один из них мой педагог – это Илья Александрович Мусин, который выпустил за свою жизнь около 200 персонажей, которые в разной степени успеха работали и работают, продолжают работать по всему миру. Это замечательный педагог, который давал замечательную мануальную технику. Другой человек был заведующим нашей кафедрой, это Николай Семенович Рабинович, человек энциклубедических знаний, он не был моим профессором, но от него так много передалось, тем более, что этот человек был с острой реакцией на ситуацию, на язык ему попасться было очень опасно. Но цитировать его сейчас, вспоминать – это просто сплошное удовольствие. Не знаю, если я вам расскажу несколько сюжетов, может быть, вам это тоже приглянется. Был Эдуард Петрович Грекуров, бывший главный дирижер Малого оперного театра, в то время так назывался, потом какое-то время был главным дирижером Мариинского театра. Был Исаия Эзрович Шерман, человек, который тоже очень многое сделал для воспитания нашего дирижерского поколения. И, наконец, Борис Яковлевич Силис, пятый человек, на пяти этих китах держалась наша кафедра. Значит, у каждого из них, естественно, были такие вещи, о которых надо вспомнить, приятно вспомнить, приятно с вами поделиться. Я себе позволю кое-что. Николай Семенович Рубинович отличался тем, что действительно, зная так много, он мог человека поставить в просаг, в такое положение, что человеку было трудно выкарпаться из каких-то ситуаций. Я вспоминаю замечательную историю, связанную с коллоквиумом, который проходил на дирижерском факультете. Как раньше проходили коллоквиумы? Мы сдавали сначала экзамен по специальности, дирижировали программу с оркестром. После этого в 28-м классе консерватории, на третьем этаже, дирижерский класс, класс, которым занимался Илья Александрович Мусин и Николай Семенович Рубинович, они чередовались по дням, ставили стол, и на этом столе раскладывались партитуры, открытые на каком-то определенном месте. В начале семестра всем давали программу, что за семестр студент должен изучить, какое произведение. Ну, естественно, студенты и студенты, и мы это делали, как приходилось. Приходилось учили, приходилось не учили. Но путь наш был достаточно протаренный. Мы завязали, вели дружбу с библиотекаршами, скорее, консерватории, которые нам говорили, какие партитуры пошли на экзамен. Ну, а там уже мы должны были ориентироваться, потому что знали, что полное собрание сочинений Чайковского имеет зеленую корочку, Римский Корсиков в серую корочку, Прокофьев в серую корочку, Улядова огромные партитуры. Так что, в общем, каким-то внешним признаком мы могли это все в этом разобраться. И вот, значит, в один прекрасный день сдаем мы экзамен и положили на стол партитуру «Пиковой дамы». Причем бы хитро положили, открыв ее на месте интермедии, там, где никто не поет. И оркестровка очень похожа на оркестровку Моцарта, то есть парный состав оркестра. И вот на эту, значит, приманку они стали ловить дичь. Дичь себя не заставила долго ждать. Вот так подошел один мой коллега, сокурсник, можно сейчас его назвать, это вообще смешная история, не очень его так, Володя Маркин, который сейчас преподает в музыкальном училище. Человек очень такой внутренний, скованный, и всегда у него был такой пунцовый цвет лица от какого-то, наверное, изящего волнения, и он все время раскачивался. Он узнал одну партитуру, узнал другую партитуру, и подошел, наконец, к «Пиковой даме». Ткнул пальцем внутрь и сказал, «Моцарт, за ломберным столиком сидят игроки. Николай Семенович Рабинович, Илья Александрович Мусин, Шерман, Грекуров и Тиннис». И начинается дить подталкивать. Мусин говорит, «Малая, вы какие знаете оперы Чайковского?» Я знаю Евгения Негин, Виоланту, «Пиковую даму». Грекуров, «Пиковую даму знаете?» А с чего начинается «Пиковая дама»? Он говорит, «С интродукции». Шерман говорит, правильно, с интродукции. Грекуров, а после интродукции что идет? «Хор, гуляющий в Леднем саду». Мусин говорит, «А на какие подразделения делится этот хор?» «Ну, там хор нянек, мамок, гувернанток». Рабинович говорит, «А у Рабиновича была привычка отжевать язык и чесать третий палец вторым на. Он говорит, «А кто петь начинает?» «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло». Володя крутился, значит, лицо совсем сделалось пунцовым. А класс переполнен народом, потому что для всех это шоу, как влажают дирижеров. Концертмейстеры из других факультетов, ребята. В общем, класса сидеть негде, набиты просто. И вдруг Володя выдает. «Хор старых дед», он говорит. Вот ваш смех, это так, это лег, жалкое подобие того, что было. Там чуть не разломали класс от хохота. Встречали портреты, там, значит, все то, что там хохотало и все, комиссия хохотала. У нас такая же смешливая была концертмейстер Фанина Умна Каневская. Она вообще хохотушка была. Тут ее просто было неостановительно. Она тряслась, сколько там было децибел, я не знаю. Короче говоря, наконец, не смеялся только Дина Рябинович. Он же сделал вот так. И на его лице ничего не отражалось. Наконец, все так, Дина Рябинович, Дина Рябинович. И, значит, все успокоилось. И тогда Коля безрек. Вот, а что вы смеетесь? Он пиковую даму смотрел в Мариинскую театру. После этого вторая волна смеха. Вот такой наш был Николай Семенович. Если вам понравилось, я расскажу еще кое-что про него. Иду я как-то, будучи студентом, в фойе оперной студии. А в оперной студии тогда это была моя жизнь. Мне кажется, что я забросил учебу в классе у Мусина. Но я пропадал все время в студии, дирижировал спектакли, суфлировал спектакли. В общем, для меня это была жизнь. Мне было это безумно интересно. Вот. И я там торчал все время. Там был Марис Янсенс. Там были многие ныне, так сказать, здравствующие дирижеры. Была и Юра Тимирканов. Так мне помнится. Но, правда, эпизодами. А я там торчал постоянно. И вот как-то Николай Семенович идет и говорит, Павлик, пойдемте в ложу. А там Эмиль Яновский, был такой баритон, поет заключительную Онегина. Два слова о Эмиль Яновском. Это золотой голос был. Абсолютно. Вот. Но Цицероном назвать его было нельзя. Разговаривать с ним было трудно. Он двух слов сказать не мог, но звучал он при этом просто грандиозно. Я помню, что однажды Тилис Борис Яковлевич стоял за пультом, дирижировал Фауста. И перед Арией Валентина он дает вступление, и Волторный задерживает Фермату, а Яновского нет. А он Валентин был. Волторный теряет дыхание, у них постепенно кончается дыхание. И стоит Тилис совершенно непонятно в пупозе и ждет, когда чего. Там стоит Маргарита, которая тоже ждет, когда Валентин придет. И вдруг откуда-то из зала. О, светлые англосы, на поруке всепели. Дорогая сестра, выбегает Эмиль. В нижней рубашке. Поверх которой как-то неуклюже наброшен плащ. И те самые средневековые штаны, застегивающие сбоку, которые тоже не застегнут. Так что он в одной руке держит шпагу и придерживает штаны, чтобы они не упали. Вот. И абсолютно без нервов человек. Он совершенно не понимает, что происходило. Он поет. Он, да. Маргарита, которая пела тогда замечательно, она тогда работала в студии уже, была не студенткой, Тамара Химер. Изумительной красоты женщина. Она его по-матерински закрыла плащом. И под плащом встал ему застегивать штаны. Короче говоря, вот это просто эпизод, чтобы как-то охарактеризовать вот этого Эмиля. И вот Николай Семенович говорит, пойдемте послушаем заключительную. Мы заходим в ложу, она пустая, там два ряда. Сейчас, наверное, уже сломали, потому что сейчас собирается делать старую студию, которую я тоже еще помню. Николай Семенович сел в первый ряд, я сел за ней. Николай Семенович, как вы думаете, кем он обижен? Он, так сказать, говорит, Богом. И через какое-то время, подождав, говорит, кстати, им же наказано. Но должен вам сказать, что Николай Семенович ошибся, потому что Бог Эмиля не наказал. Эмиль, как ни Марина в любом напитке, получил наследство от какого-то богатого дядюшки в Техасе. И совершенно спокойно иммигрировал, стал фермером. С тех пор мы его не слышали, не видели. Такая была история. Еще одна история с Колей, как мы его называли. Коля, Николай Семенович. Николай Семенович после приезда сюда, в Советский Союз, театра Фильденштейна, который показал нам первую редакцию «Хармен» с разговорами, без речитатив героев, он решил в «Опредестудии» поставить именно такую редакцию. Работала целая бригада, переводы, тексты и так далее, и так далее. И тем временем только-только стали поступать какие-то фирменные записи из-за границы. А у меня был такой друг, очень хороший приятель. Он какое-то время работал в Мариинском театре и был консультантом Гергиева по опере. Это такой Виктор Боровский. Это сводный братца Сергея Юрского. Эрудит в качестве, в плане оперы, всякой русской и западной. И обладатель колоссальной коллекции пластинок. И он мне сказал, он мне сказал, пошел, пошел, ты не имеешь права не иметь хорошей техники. Если у тебя будет хорошая техника, я буду давать тебе пластинки. И ты будешь их слушать и знать, как надо исполнять хорошую музыку. В общем, я в то время скопил веньки и купил сначала вот такой мунитофон Юпитер. Бобинные. И вертушка называлась «Аккорд 001». Это тогда был супер по тем временам. И так я узнал, что есть прекрасные записи Моцарта, Вагнера и Безе, кстати сказать. Безе была пластинка Караянова. Та самая пластинка, ее все знают, она такая культовая, там, где он с Бамбри и с Виккерсом. Но запись была сделана стереофоническая, и там можно было услышать очень многое. Причем в этой записи записаны были звоны бокалов, кастанеты, топот танцующих, звон сабель дерущихся. И самое главное, в четвертом действии была записана шумящая толпа, бегущая на кориду. Делалось это так очень просто, играет музыкой, наложением, каким-то вторым каналом, шестым каналом, тридцатым каналом. Но включали хор толпы в определенный момент. Николай Семеновичу это безумно понравилось, но понравилось, и он решил, что у них будет так же. Но как изобразить хор ревущей толпы силами хилого хора, который у нас был в оперной студии, и нескольких артистов-меманцев? Они никак не могли создать, это было какое-то жалкое подобие. Не попробовали, попробовали, ничего не получается. Тогда Николай Семенович решил сделать так. Все свободные от дутья духовики, ударники струнные, в тот момент, когда идет корида в нужных местах, они должны были качать себе. И действительно, это произойдило похожее впечатление от того, что было на пластинке. Коли был страшно доволен этому ноу-хау, это просто счастье было для него. Музыканты записали в нотах, где нужно орать, и для них это было большое счастье, потому что где же можно было еще оторваться. А тут это просто заказ, госзаказ. Короче говоря, отыграли, было замечательно, было все очень хорошо. Ну, понятно, учебный театр есть учебный театр, но тогда для нас это была большая победа. Консерватория есть консерватория, надо передавать спектакли студентам. И студентом стал не кто-нибудь, а в будущем ректор консерватории Слава Чернушенко. Слава Чернушенко обладает таким характером, несколько скептическим. Ему не понравилась эта затея, и когда он стал дирижировать, он потихоньку перестал это делать. Музыканты поняли, что от них ничего никто не требует, и они тоже перестали. И это стало идти так, как шло. Коле кто-то об этом сказал. И он, вот на этом спектакле был я, я сидел сзади. Коле прокрался в директорскую ложе, тоже с другой стороны, чем мы смотрели и Онегина, сел на занавесочку и стал ждать. Подходит, подходит, время, Карина идет, и ничего не происходит, и вдруг, вы не поверите, там опасный барьер такой. Оля высовывается на две трети вниз и говорит, Оля! Все настолько пешки, такой жалкий ответ. Да, это было так комично. Ну вот я давно рассказал этот эпизод, показав, насколько эти люди были и непосредственные, и трогательные, и вместе с тем рыцарские относились к этой профессии, что, в общем, об этом даже приятно вспоминать. Я не знаю, сейчас такого, пожалуй, не увидишь. Вот такая история. Теперь один эпизод, который мне рассказал Илья Александрович Мусин. Не мне он рассказал, он нам всем рассказал. Дело в том, что Илья Александрович Мусин, у него было всегда полно учеников в классе, и в классе у него всегда училась какая-нибудь девушка. То есть только у Ильи была ученица. Никто, ни Рабинович, ни Грекуров, ни Шерман, они девочек не брали. На моей памяти была приличная женщина-дирижер Кира Кольчинская, которая потом долгое время работала в Израиле. А до еще моего прихода в консерваторию у него была студентка, сейчас вам скажу, ее фамилия была Дворианайта, дочка композитора Дворионеса. Я помню, я видел ее в Малом Ульпенном театре, она дирижировала трубадур наизусть, и, в общем, это было без проблем. Ну, вот такие вот девушки были. Но были у него и другие, которые сидели, что-то такое, ручками что-то делали, пытались что-то сделать, но вместе с тем так и остались сидеть. Илья Александрович рассказал такую историю, что когда он еще только начинал работать, он был совершенно молодым преподавателем, у него в классе тоже появилась девушка. Девушка, как он говорил, была изумительной красоты. Фамилией ее была Линде. И вот эта девушка, Линда, занималась-занималась, и ей довелось впервые выйти к оркестру. И она безумно волновалась. Накопленный навык, пойдет ли на пульсу. И она сказала, Илья Александрович, как вы думаете, оркестр за мной пойдет? Он сказал, пойдет. После репетиции. Вот такая вот история. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще гребечки, да? Да, да. Знаете, иногда в метро и в поездах ходят мои выражеры, предлагают шерпотреб, и потом говорят, кого заинтересовало, можете меня остановить. Поэтому, если кого не заинтересовало, можете меня спокойно остановить, я без амбиции. Вот так, это я рассказал вам. А, вот замечательно, Срабинович, тоже. Это я должен сказать, поскольку, наверное, тема Снегла Семеновича будет исчеркана на сегодня. Рассказывали, что экзамены на кругозор, то бишь коллоквиумы, иногда любили посещать крупные музыкальные авторитеты, дабы значимость свою публичную явить и эрудиции этакими ходом блеснуть. Когда я начал учиться, в нашей дирижерской среде ходила легенда о том, как когда-то давно на симфонический коллоквиум явился вдруг профессор хоровой кафедры «Могущественный Сан-Сан Чегоров». Это была величина, действительно. Экзаменующийся студент правильно опознал партитуру и сказал, это прелюды листа. Профессор решил получить представление о более улыбленных знаниях студента и попросил конфидировать, какой номер и какая тональность принадлежит данной прелюдии. Ну, для тех, кто понимает, что прелюда – это симфоническая поэма и никакой там наверной системы нет. Просто профессор облажался немножко. Чем это закончилось, пока что, значит, никто не знает. А вот другой уже более поздний случай и уже исторически произошел где-то в 70-х годах. На экзамен явился нечастый гость, тогдашний ректор Павел Алексеевич Серебряков. Предметом обсуждения были симфонии Брамса. Студент отвечал довольно убедительно и, получив от ректора вопрос, в какой симфонии Брамса, это ректор загнул, не задействован баск-кларнет. Студент вполне зрело ответил, что баск-кларнет Брамс не использовал в своих симфониях. Однако ректор авторитетно поправил ответчика, сказав, что данный инструмент не используется Брамсом только во второй симфонии. Повисла некоторая неловкая пауза. Спорить с ректором студенту как-то было не по рангу, а, может быть, и не вполне дальновидно. На помощь пришел Николай Семенович Рабинович, который со свойственной ему со свойственной тактичностью и пиететом по отношению к начальству сказал следующее. Справедливости ради Павел Алексеевич должен заметить, что студент прав. И баск-кларнет не используется Брамсом в симфониях. Я подозреваю, что вы случайно оговорились, назвав баск-кларнет то, что должно называться контрфаготом. Такая путаница порой имеет место, но вы совершенно правы, действительно, именно контрфагот отсутствует только во второй симфонии. Вот в такой крайне деликатной форме Рабиновичу удалось сгладить образовавшуюся нелопость. Учиться надо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, остановите меня, потому что я могу и... Смотрите. О! Замечательно. Еще персонаж. Персонаж Эдуард Петрович Грекуров. Прочтите, наверное, будет быстрее. А не экзотичную историю когда-то поведал нам студентом Эдуард Петрович Грекуров, профессор симфонической кафедры нашей консерватории. В 1955 году он, будучи главным дирижером Малооперного театра, осуществил постановку оперы «Прокофьева. Война и мир». Премьера состоялась в апреле, и через несколько месяцев в театре наступил долгожданный отпуск. Вместе со своей женой, Софьей Борисович Вакман, замечательной пианисткой, преподавателем консерватории Эдуард Петрович по путевкам направился на отдых в Болгарию, но это единственная заграница куда мы могли ездить. По истечению какого-то времени Софьей Борисовичной потребовалось возвращаться к началу учебного года. Грекуров же мог себе еще позволить погреться назад в пьяцах. И отправляя супругу в Ленинград, он попросил ее зайти в театр и уточнить, каким спектаклем открывается сезон. Если это традиционный Онегин, то он может еще спокойно отдыхать, так как Онегин может провести любой дирижер. Но, а ежели будет стоять военный мир, ну уж тогда ничего не поделаешь, придется возвращаться и дирижировать самому. Софья Борисовна по приезде сразу же справилась в театре об открытии и узнала, что первым спектаклем сезона подставлен Евгений Онегин и направилась на почту отправлять мужу телеграмму. Ну, все мы знаем, что соединяя текст телеграммы, все старались быть лаконичными и экономными, потому что каждое слово стоило копейку. Поэтому Софа, так ее называли, посылает такой текст. «В сентябре войны не будет, точка. Отдыхай спокойно, точка». На следующий день Софья Борисовна вызывает из протокола допроса. Вопрос. Скажите, гражданка Вакуума, откуда вам известно, что в сентябре войны не будет? Софья Борисовна простодужна. Мне об этом сказали. Вопрос. Кто, где и когда вам об этом сообщил? Софья Борисовна также простодужна. В режиссерском управлении. Допрос длился недолго, но этот сюжет в долгое время радовал коллег и друзей семейства Грекуровых. Да и сегодня он изрядно поднимает настроение. Не так? Еще о войне и мире. Это уже действительно птица другого полета. Я его не знал. Борис Иванович Хайкин рассказывал, что однажды после какого-то спектакля в Большом театре он был приглашен в правительственные апартаменты, где встреча с ним ожидал какой-то высокопоставленный чин из ЦК. Гость был доволен только что просмотренным спектаклем и выражал свое хорошее настроение через дружескую и задушевную беседу. Когда разговор набрал высшую степень доверительности, чиновник спросил маэстро. Ответьте мне на такой вопрос, уважаемый Борис Иванович. Не так давно я был на опере «Война и мир» Прокофьева. Мне, в общем-то и целом, понравилось. Очень, знаете ли, нужное патриотическое произведение. Но музыка Прокофьева, видите ли, как-то не очень мне понятна. Прямо скажу, что когда я, например, слушаю Соловьева-Седова, у меня нет вопросов, хочется петь и пить. А Прокофьев так не очень. В чем здесь причина, как по-вашему? Ну, представляете, что это 50-е годы. Это сильная вещь. Борис Иванович отвечал так, в такой же доверительной манере. «Вы знаете, сказал он, когда я стал главным в большом, мне сразу же указали на то, что занимать такую должность не может человек беспартийный. И надо обязательно вступать в партию». Я понял ответственность момента и начал готовиться. Взял капитал Маркса и начал читать. Читал долго и ничего не понял. Ужасно расстроился, вроде бы взрослый человек. Потом мне один товарищ, член партии, подсказал, вы напрасно мучитесь, вы возьмите в библиотеке блокнот агитатора, почитайте про капитал, и вам все сразу станет ясно, что я и сделал, и сразу же испытал необыкновенное облегчение. Я сразу все досконально понял про капитал. Так вот, возвращаясь к поставленному вам вопросу, приведу аналогию. Прокофьев, с моей точки зрения, капитал, но слоев седой, извините, это скорее похоже на блокнот агитатор. Действительно, это была душевная беседа и, наверное, очень интимная. Вообще, Борис Иванович был человеком удивительно остроумным и довольно-таки бесстрашным. Когда-то во время борьбы с космополитизмом ему предложили сменить фамилию, и он на ответ отказался, но при этом сказал, что готов пойти на компромисс и изменить в своей фамилии только вторую букву, и при этом фамилии будут звучать вполне по-русски. Если вы не верите мне, почитайте Википедию. Ну вот, это были короткие. Теперь у меня есть чуть-чуть подлиннее, если я... Но про Ростроповича. Про Ростроповича можно, да? Вот это то, что реально было со мной, и это трудно забыть. В начале двухсотых нас с Петровым, это мой коллега Павел Зазеркалью, пригласили в центр оперного пения Вишневской на постановку Иоланте. Я приехал в Москву раньше Саши, чтобы провести музыкально-спевочный цикл с ребятами. На моих занятиях присутствовала сама Галина Павловна, которая очень тепло оценила мою работу с вокалистами, произнося одну сокровенную памятную для меня фразу. Ну вот она, настоящая ленинградская вокальная культура, сказал Галина Павловна. Заметьте, это не я сказал. Признаюсь, для меня встреча с легендарной Галиной была очень волнительной, и получив от нее такой кредит доверия, я понял, что меня приняли и стал спокойно продолжать процесс выручки спектакля. Впереди был приезд Петровой, надо было качественно все подготовить для постановочных репетиций. В один из вечеров Галина Павловна пригласила меня посетить их спектакль «Царская невеста», где я мог бы познакомиться с оркестром, с которым мне предстояло работать. Я попросил местечко в первом ряду, чтобы можно было иногда заглянуть в оркестровую яму. Она была чудовищно глубокая, вот как-то... Только из первого ряда можно было понять, что там происходит. Зал центра был полон. В царской ложе я увидел хозяйку в окружении ведущих педагогов. За несколько минут до начала в ложу зашел Вячеслав Леопольдович и сел рядом с супругой. Спектакль прошел на подъеме. Галина Павловна была очень довольна и когда я подошел к ней, чтобы поздравить с успехом, она пригласила меня в дирекцию для обсуждения события за бокалом вина. Я поднялся в приемную и увидел Мстислава Леопольдовича оживленно с кем-то беседующим. Я поздоровался, он ответил мне пожать им руки и продолжал беседу. Замечу, что до того времени с Ростоповичем мы знакомы не были. Через несколько минут появилась Ишневская и ее окружение. Меня пригласили в кабинет, усадили рядом с Галиной Павловной, подали вино белое и красное и началось отрождение спектакля. Говорили педагоги, отмечали успехи и незачеты. Галина Павловна вела беседу очень доброжелательно, но и в то же время очень точно ставила задачи перед наставниками. Атмосфера была непрежденная, меня попросили что-то сказать, ну я что-то сказал. Потом началось самое интересное. Говорит так Шеростопович. И разговор сразу приобрел другой колорит. Начались воспоминания, ассоциации, впечатления, увлекательнейшие истории под воздействием легкого алкоголя. И я позволил себе тоже что-то припомнить. Я рассказал, что почти с пеленок дружу с его бывшим учеником, а ныне известным композитором Шуриком Кнайпелем, чью музыку Вячеслав Леопольдович ценит и часто исполняет. В основном за пределами Отечества. Вспомнил также, что вслед за первым исполнением первого велончельного концерта Шеростоповичем Вячеславом Леопольдовичем Шурик Кнайпель стал, пожалуй, первым среди своего поколения выучившим и исполнившим этот концерт с оркестром школы-10-летки Пленинградской консерватории под управлением Евгений Андреевича Рушевича, дирижера школы. Я же в тот момент, оркестра и исполнял в этом концерте партии Литавры и Челес. Беседа шла оживлённо и вдруг Вячеслав Леопольдович спрашивает Галина Павловна Галчонок, а где тот самый дирижёр из Петербурга, о котором ты мне незамно рассказывал? Секундная пауза. Затем Галина Павловна произносит Буратинка, а ты что, совсем с ума сошёл? Ты с кем сейчас разговаривал? Розарпович, изменившим все лицом, глядит на меня и вдруг радостно, как будто его осенило. Так это вы? Я не стал на своём возражать и вдруг в секунду администратор Вадим получает распоряжение принести пару рюмок для водки. До этого пили вино. Мы сейчас с вами будем пить на брудер-шап в торжестве, что произнёс Крислав Леопольевич. Нескрою, я случился. Рюмки с водкой не заставили ждать долго и Крислав Леопольевич предложил мне пройти с ним в приёмную, чтобы совместно принять и совершить обряд братания. Когда дверь из кабинета за нами прикрылась и мы остались вдвоём, матор начал излагать условия нашего брудер-шап «Мы сейчас с вами выпьем», говорил он, скрестив руки, потом вы должны сказать «Слава, пошёл» и далее прямым текстом называет адрес, по которому я должен его направить. Я чувствую, что я врастаю в пол. На секунду не имею, затем иду в решительный отказ. Возражение категорически не принимается. Я определяю различные весомые доводы, обоснования, почему я не могу произвести столь эксцентричные слова в адрес гения. Он находит всевозможные контраргументы, заставляя меня поскорее начать священный обряд, решаясь наконец-то последний довод. Вячеслав Хеопольевич, как я могу это произвести? Ведь вы же учили моего ближайшего друга Шурика. Ответ был тоже убедительный. И не поспоришь. Да, Шурика я учил, вас нет, поэтому Шурика я не заставил, баба обязана. Перепитательство продолжалось минут пять. Я чувствовал, что там, за стенкой кабинета, воцарилось заинтересованное молчание. Было бессмысленно идти на трезину, и я зазмулился и выпилил с корреговоркой тот адрес, куда по сценарию я должен был отправить великого человека. Принеся это, я в ту секунду от него получил императивное предложение направиться мне в совершенно полярную сторону. И мы, наконец, махом усушили свои рюмки, моя водка показалась мне горячей, и мы расцеловались. Обряд был завершен. Всяцлав Хлеопольевич в заключении обязал меня отныне и во веки веков обращаться к нему на ты. Мы вернулись в кабинет, где нас уже ждали и с нетерзбением, как мне показалось, с пониманием момента. Я понял, что это был традиционный прикол мастера. Я действительно рассказывал, что я был не один такой. И окружение, видимо, было знакомо с этими его маленькими мини-спектаклями. На следующий день я все время думал, как же мне избежать невежливой формы приветствия, ведь всякий адекватный сторонний взгляд, не будучи в курсе наших вчерашних обязательств, могу смотреть в моем омикошерстве либо в проявлении ему помешать, и солью откровенного ханства. Увидев на следующий день дисклава Ляпольевича в столовой, в обществе Галины Павловны, где он как-то трогательно и покорно что-то поглощал из чашечки, а заботливая Галя сидела рядом и молча, немного грустно, наблюдала за тем, как обедает ее гениальный супруг. Я постарался избежать прямого прощения, приобнял его за сутные плечи и произнес «Добрый день!» Он увидит меня, оживился и спросил со значением «Ну ты помнишь, о чем мы договорились?» «Да, конечно», произнес я. «Да, слава!» поправил он меня. И я покорно повторил скорректированный вариант. В этот момент я поймал понимающий взгляд Галины Павловны. «Дабы не искужать судьбу, я поспешил удалиться». Сейчас я вспоминаю, что это была наша последняя встреча со славой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok